МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа Актуальное интервью. О текущей ситуации в стране и мире сегодня поговорим с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Ненецкого округа Сергеем Коткиным. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сергей Николаевич, первый вопрос о ситуации на Донбассе и в Украине. Что там происходит в Государственной Думе? Вы работаете в Комитете по международным связям. Комитет возглавляет руководитель Комитета Леонид Слуцкий. Он входит в состав комиссии, которая участвует в переговорах. Что происходит? Расскажите, пожалуйста. Ну, Оль, я не знаю, что-нибудь новое я добавлю или нет, поскольку информации, в принципе, очень много по всем каналам, да не только по нашим каналам. Мы это все видим. Государственная Дума работает сейчас, по сути дела, в таком военном режиме. Вот у нас все перепуталось. Региональные недели, нерегиональные, пленарные заседания. По сути дела, одно за другим мы проводим такие экстренные заседания, принимаем законы, которые нужны уже сегодня и вчера нужно было принимать их. Да, принимаем пакеты документов целыми блоками. Вот. И то, что по Украине, все это было ожидаемо, все это было понятно, все это было очевидно. Маски сброшены уже, ну, на 100-200%. Если бы мы не сделали вот этот предварительный шаг, не вступили бы туда нашими войсками, сейчас бы была Третья мировая война. Это однозначно, потому что, как и по Крыму, мы успели всего лишь несколько часов зайти перед блоком НАТО на Крым. То же самое мы успели буквально несколько суток, когда мы вошли сейчас, поддержали и Донецк, поддержали и Луганск. Почему? Потому что уже есть документы, подписи, официальные лица руководящего состава нынешнего Украины о проведении операции по Донецку, по Луганску, по Крыму с входом блока НАТО на Украину, войска, вооружение. А это война. Поэтому здесь, я думаю, что наша разведка сработала четко, своевременно. Мы успели это сделать. И то, что ребята сегодня там вот на передовой, на наши вооруженные силы, понятно, что мы сейчас вот воюем за государство российское, чтобы нам сохранить государство. Мы не допустили, по сути дела, 41-й год. Какие были жертвы по июне 41-го года, мы все прекрасно знаем и помним, и запомнили на многие поколения вперед. Поэтому то, что произошло, это произошло. То, что сегодня мы воюем, понятно, не с Украиной, это Европа, это НАТО, это Америка прежде всего. В 45-м году наши деды, отцы, мы простили Европу, не только Европу, Японию и многие государства. Мы им все простили. Мы сохранили государственность. Но, на мой взгляд, сделали ошибку. То, что у них был вот этот нацизм, ведь практически вся Европа, за редким исключением, она работала на Германии, на фашистскую Германию. Они все практически работали. Те, кто не работал, они сейчас поддерживают нас. Это единицы. И то, что сегодня происходит, то, что Россия не должна быть на карте мира, это очевидно уже. Это просто очевидно. Поэтому то, что происходит, то, что задачи поставлены, демилитаризация, денацификация Украины, признание Донецкой Республики, признание Луганской Народной Республики и признание Крыма. Те задачи, которые поставил президент, они, безусловно, будут выполнены. Безусловно, будут выполнены. Но то, что наши войска продвигаются, они идут четко по графику. Конечные цели, конечной информации не знает никто, и это абсолютно правильно. А то, что наши ребята сегодня, вот в условиях, но мы видим, что происходит. Мы видим, что происходит. Фашисты так не поступали. Когда они впереди себя ставят детей, женщин, стариков, впереди себя ведут, гонят мирное население, фашисты даже в Брестской крепости вывели женщин и детей. Фашисты. Эти не выводят. Эти расстреливают. Эти стоят за их спинами. Что происходит, уму непостижимо. Осознать, понять русскому человеку, в широком смысле этого слова, русскому я имею в виду, это невозможно. И то, что наши ребята там сегодня в таких условиях проводят вот эту операцию, ну, честь и хвала. А как идут переговоры? Какие вообще? Есть шанс договориться? Переговоры идут. На шансов, я думаю, что нет. Мы знаем, как они заволокитили Минские соглашения. Сейчас они вволокитят вот эти переговоры. А господин Зеленский ездит по всему миру, значит, и призывает, чтобы оружие поступало. Причем оружие не просто оружие, чтобы военные самолеты пошли на Украину. Чтобы наемники туда приезжали. То есть, я лично, мое мнение, и общаюсь с теми, кто ведет переговоры, вот, со Слуцким, Леонидом Урадовичем, многое мы говорим, общаемся. Дай Бог, если что-то получится по договорным, с точки зрения, я рассчитываю только на то, что по мирным жителям может удастся. Они же не открывают коридоры на Россию. А люди не идут туда, к ним. Что туда идти? Они уже все это прожили, испытали все на себе. Они не открывают наши коридоры. Дай бы Бог здесь добиться, чтобы коридоры открыли к нам в Россию. Порядка трех миллионов человек сегодня готовы выехать в Российскую Федерацию с Украины. Никто ничего не дает. Поэтому переговоры вести надо, безусловно. Надо добиваться тех целей, которые мы поставили. Но они усугубляют ситуацию и доиграются. Просто доиграются. Я уже просто поражаюсь, удивляюсь. Я же вот общался, даже с ними, будучи в Европе на переговорах. До этого я не знал, не ощущал, вот теми же американцами, с европейцами, когда говоришь, это, как у нас учительница там Шойня все время говорила, отсутствие всякого присутствия, когда предмет не знает ученик. С ними говоришь и не понимаешь вообще, что они говорят. У них совершенно другой менталитет, они совершенно по-другому. У них все зашорено настолько, великая демократия. Хотя тысячелетняя история демократии в Европе. А с ними говорить невозможно. Просто не понимаешь. Это совершенно другой мир, совершенно иной мир, когда с ними общаешься, говоришь. Даже более того, мы с вами уже договорились, что с ними договоришься, что мы сейчас выступаем на большой конференции, мы об этом говорим, мы об этом не говорим. Да-да-да-да-да-да-да-да. Мы исполняем все. Даже вот на простых, элементарных вопросах на обычных конференциях мы говорим то, что обговорились с ними, да, предварительно за столом, как мы с вами сидим. Они выходят на трибуну, начинают. Мы потом подходим, да вы чего? Мы же с вами разговаривали, сидели. Вы зачем так поступаете? У них только, они, Америка, все. Там кивнули, щелкнули, а они все упали. Вот просто. Это даже русскому человеку, в широком смысле слова, невозможно понять такой психологии. Сегодня руководит там не Кураина. Там наемники, там руководство, все американское. Все идет оттуда. А что им нужно, мы прекрасно понимаем. Так что все будет нормально. Наши войска идут очень уверенно. Ребята, совершая чудеса героизма, действительно, вот наследники наших отцов, дедов и прадедов. Удивительно просто. И все задачи будут выполнены, цели будут все достигнуты. Безусловно. Безусловно. Другой вопрос, какими жертвами это все будет со стороны мирных жителей. Вот это волнует, беспокоит каждого из нас. Но что меня еще волнует, как вот простого гражданина, об этом мы, кстати, говорили и задавали вопросы, часто, когда с правительством встречались. Вот это информационная политика, информационная война. Только за неделю, за последнюю, более миллиона фейков. Более миллиона фейков. Это целые войска работают в этом направлении. Вот здесь, хотя мы последние 3-5 лет сделали немало, комитет по информационной политике, особенно, когда Хинштейн пришел, мы сейчас подразгребли вот это все, уверенность тоже стала появляться. Но недостаточно. На мой взгляд, нужны какие-то войска просто информационная. Мы должны доводить свою информацию до мира. Что там 1-2 человека сказали, нас поддержали, это ни о чем. Это ни о чем в Европе. Там совершенно иное понимание ситуации. Даже то, что происходит в Донбассе, они же говорят, что это на Украине, это во Львове, это в Киеве. И, к сожалению, здесь мы проигрываем на сегодня. Я думаю, что руководство у нас это понимает, и здесь нам надо работать и очень серьезно работать, и наверстывать упущенное. А что касается санкций, которые беспрецедентные санкции, которые западом введены по отношению к России, выдержит ли наша экономика? И достаточно ли тех пакетов, двух, которые на поддержку экономики российской брошены? Дело в том, что я, когда в органы безопасности служил, мои коллеги, я знаю ребят, которые сидели в одном кабинете с Владимиром Владимировичем Путиным, еще лейтенантами. Так вот, зная этого человека еще с лейтенантов, он ничего не делает, не просчитав все на десятки, на сотни шагов вперед. Поэтому, то, что пошли на этот шаг, во-первых, он вынужденный шаг был, вынужденный шаг. И сегодня Россия, это не та Россия, которая была, я не говорю о 90-х годах, ее просто не было. Я говорю уже то, что Россия, которая была еще в 2014 году, когда мы поддержали Крым и не поддержали другие регионы на Украине. Мы тогда просто, не было у нас таких сил, и экономики такого не было. Сегодня нам было трудно, нам было тяжело, мы с вами встречались, много об этом говорили, но сегодня это другая Россия. Сегодня с нами так говорить нельзя, как говорили в 2014 году. По вооружению, по вооружению сегодня мы самое сильное государство в мире. По современным видам вооружения. По экономике мы не просто шагнули, мы рванули намного вперед. И мы подготовились к этому. Мы действительно к этому подготовились, и мы готовы ко всем вызовам, которые сегодня нам выкатывает, выставляет Соединенные Штаты Америки и Европа. Мы готовы. У нас все для этого есть. У нас все для этого сегодня есть. Другой вопрос. Вот когда покупают не по килограмму сахару, а по мешку сахара сразу покупают, ну, конечно, любая экономика начинает дрожать, колебаться, когда мешками начинают покупать. Это ж надо завести, это ж надо подвести все эти материалы. И когда начинают накручивать цены, вот то, что волнует и беспокоит, и то, что жители беспокоит, и округа, и государство, когда песок строительный, вот карьера рядом, вчера он стоил столько, а после этих событий он в два раза дороже. Что произошло с карьером? Что там такого нового на карьере произошло? В два раза увеличены цены. Вот с этим надо бороться. Вот с этим надо бороться. То, что происходит сегодня, и то, что... Вот пускай многие уехали. Вот сейчас момент истины. Вот момент истины сейчас, что из себя каждый конкретный чиновник представляет, все всплывает. Очевидно все стало. Пожалуйста, по нашей, по авиации, да, вот я еще пять лет назад задавал вопрос министру транспорта. 703 воздушных судна в Российской Федерации, больших судов воздушных, да, из них практически только единицы имеют Роспруденцию Российской Федерации. Все зарегистрированы в Бермудах, на Мальдивах, на Мальте, где угодно, только не в России. Я прямо говорил, слушайте, а если война завтра, что мы будем делать? Эти самолеты на крыло, их здесь нету в России. Что вы делаете? Что вы творите? Ответ был ни о чем. Ну, сегодня мы видим, победа у нас уже за границей в своих особняках, аэрофлот, первый заместитель, за границей в своих особняках. Вот эти те люди, которые вот это все сделали. Вот Центробанку задавал вопрос. Слушайте, как мы можем хранить там наши золото-валютные резервы, когда стратегии Соединенных Штатов Америки, Российская Федерация, Россия – это враг? Я говорю, вы хоть представляете, что вы делаете? Набиулина задавал вопрос. Ответ был таков. Ну, знаете, Сергей Николаевич, все государства мира так делают, не только Россия, никто не хранит яйца в одной корзинке. 20 государствах где-то как-то, 10-15 – это нормально, это логично, это здраво, говорят. Вроде бы меня убедили, потому что действительно мы не можем хранить там, в Китае, условно говоря, только в Германии или Швеции где-то. Поэтому все раскидано. Благо, в последние годы мы вывели оттуда половину практически золотовалютных резервов. А сейчас они практически украдены. Вы представляете себе, это вообще преступление века со стороны Соединенных Штатов Америки, когда наши с вами, вот налоги, которые жить, наши с вами деньги, они забрали, они украли их. И не только у нас. В Ираке, Афганистане, по другим государствам. Они себе это позволяют, им это можно. Вы знаете, что происходит? Поэтому сейчас очень важно, на мой взгляд, и вот то, что меня очень удивляет, и, кстати, радует меня, что в округе здесь, вот я сколько не общаюсь, вот им давно уже не был с этими пленарными заседаниями, здесь все-таки северяне, ну, всегда патриотичный северян было, всегда. И то, что вот нет того, что в Москве, я вижу, что в Москве происходит. Ну, друзья мои, ну, и ладно, там спецоперация, война идет, война идет. И когда начинают нож в спину, значит, нас... Ладно те, кто уехали, да ради бога, они живут не в России, я всегда говорил, они живут не в России, но наши-то сограждане, но наши ребята, ну, вы поддержите их. Они идут, голову ложат там за нас с вами. Нет. Почему и целые пакеты документов сейчас и принимаем. Здесь здорово, в округе, меня это радует, и по России, ну, не понимаю абсолютно душой, не могу принять как офицер то, что некоторые... От недопонимания, от неглупости, но они все от глупости. То, что более миллиона фейков, то, что у нас работают организации, и то, что даже вот... Алиментарный пример. Мы поступаем сейчас, вот принимаем беженцев в какой-то регион, информация только ушла, а уже пошли фейки. А вот там, а жить негде, а нам кушать негде, а вы нам дайте продукты питания, а у нас жить негде, тем и барак, как живет, и все идет, закидывается все эта информация. То есть, очень грамотно, профессионально работают в этом плане. Но не все могут оценить вот эту информацию. Для этого надо... Что я и говорю, и буду говорить, сейчас прилечу, буду встречаться. Вот Евроньюз по телевидению смотрю, по центральному телевидению, ну, ребята, сейчас написал официальное письмо на министра, но нельзя так. Рядом известия, не Евроньюз, когда показывают только одну сторону Украины. Россия вообще ничего о России не говорит. Ну, так нельзя. Так нельзя. Но вот этот закон о фейках, он не приведет Россию к тотальному контролю, к тому, что мы вернемся в СССР, когда тоже было, однобоко подавалась информация. Ну, я бы не сказал, что у нас в СССР как-то однобоко. Ну, во-первых, идет война. Во время войны тотально, не тотально, вот этого не должно быть. Война идет. Во всех, во все войны, во все войны принимались очень жесткие законы по военному времени. По военному времени. И то, что мы приняли эти законы, сегодня сначала штраф там вот 750 тысяч до полурта миллиона при повторном там лишении свободы. Во-первых, там не то, что вот ты там переслал там куда-то информацию и тебя там осудят. Нет. Нужно доказать состав преступления. Состав преступления это субъект, объект, субъективная, объективная сторона. То есть умысел должен быть в этих сообщениях. Не так все просто. Не так все просто. Но это отрезвило головы. Многим нашим, олигархам, прежде всего, отрезвило головы. И это нужно делать. И тут нет никакого перегиба. Если мы этого бы не сделали, самое страшное, то, что нас вот происходит внутри России, как по 17-му году практически ведь были уже у победного завершения Первой мировой войны, все уже было расставлено, все точки, все понятно. И когда внутри, в тылах это все произошло, потеряли, смотрите, что. И поэтому здесь, 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 здесь в Садской играть нельзя. Здесь очень серьезно. Здесь очень серьезно все. А нарушение какого-то закона, еще раз повторюсь, нет. Этого не будет. В среду Владимир Путин проанонсировал целый ряд мер поддержки населения, в том числе повышением род, прожиточного минимума пенсии, зарплат для бюджетников. А хватит ли денег на все эти, на всю эту поддержку? Прежде всего, вот то, что два пакета документов приняты, они в таком экстремном варианте мы принимали практически в трех чтениях за один день. Такого у нас никогда не было. Это и много изменений мы внесли в налоговый кодекс, бюджетный кодекс, то, что мы там отменили проценты с 5 миллионов, там подоходный налог, мы же планировали платить, все это отменили. Мы ввели льготы по строительству, по ускоренному подготовке проектов, по ускоренному подготовке земельных участков, прежде всего, по проектной документации, поддержали, уже поддержали, это в тех двух пакетах, о которых мы начали говорить, это президенты от 6 до 18 лет, это кредитные каникулы для бизнеса, много-много того, что в принципе нацелено для того, чтобы сохранить экономику, удержать экономику в стране, и самое главное сохранить бизнес, малый и средний бизнес, и там, где у нас хромает импортозамещение, вот здесь, здесь тоже все просчитано, мы можем выпускать сами самолеты, безусловно, эта ситуация, она даст более такие шансы развить нам свою экономику, у нас все для этого сегодня есть, практически все, и мы можем выдержать всю эту ситуацию, и то, что мы сегодня нацелены, вот почему и слева, и справа у нас оппозиция в Государственной Думе, давайте у нас фонд национального благосостояния, мы с вами говорили, 6 триллионов, 7, 13 триллионов, было ощущение, что мы к чему-то готовимся, но умные люди это все понимали, это же было очевидно, но нам же не скажут всю эту ситуацию, когда разведка получает всю эту информацию, что мы готовились по большому счету в большой войне, но мы подготовились и здесь, то есть у нас резервы есть, деньги у нас есть, вопрос сейчас много задают по экспорту газа, нефти, это по сути дела один из немногих валютных доходов, источников, каналов, которые сегодня поступают в Россию, да, давайте отрубим, конечно, если бы мы сейчас отрубили газ, перекрыли трубу на Европу, все, она аухнулась бы, Европа, просто-напросто, они бы все там замерли, но мы этого не делаем, мы этого не делаем, во-первых, почему, потому что мы это не Европа, и русский человек в широком смысле слова, это не европеец, вот то, что я говорил с ними, мы не можем себе позволить, чтобы замерзали наши жители Украины, мы не воюем против жителей Украины, но по сути дела одна кровь у нас с ними, мы не воюем против жителей Европы, они бы это сделали в один миг, просто вот щелкнули бы и все, мы никогда на это не пойдем, потому что мы другие, потому что мы другие, но и кроме того, конечно, это валютные доходы для государства, еще раз повторюсь, мы бы не пошли на этот шаг в таком варианте, если бы у нас не было сегодня возможностей для этого, они есть, ну и просто не будет, надо признать, что будет тяжеленько, но мы всегда в мире мобилизоваться, когда ситуация, по сути дела, война идет экономическая, пока экономическая, дай бог, большой войны не будет, но надо выдержать все это и мы выдержим. Минобороны опубликовало данные, что на территории Украины были обнаружены 30 биолабораторий американских и там проводились опыты, проводились разработки какие-то делались, есть ли опасность, что действительно уже вот эти разработки могли навредить жителям планеты вообще в целом? И это мы все знали, и это мы все знали, разве у разведки у нас вся информация была. Это плюс к тому, к тому шагу, о чем я говорю, по сути дела по биооружию. Все было известно, 26 лабораторий, 26 лабораторий. Другой вопрос, что они сейчас все там зачищают, но по сути дела, по сути дела, Соединенные Штаты Америки на Украине и не только на Украине, и не только на Украине, подбирующие Китая, России, разрабатывать бактериологическое оружие. Доказано документами уже. Сегодня посол России вчера официально сделал заявление Соединенным Штатам Америки, значит, раскрыть всю информацию по бактериологическому оружию, которое там, про сути дела, разрабатывалось. Это очевидно уже все. Документы есть, все документы для этого есть. Это не пробирка, который там махал пробирочкой. Они уничтожили цельные десятки контейнеров. Десятки контейнеров уничтожены. И как они уничтожены? В каких условиях? Где, чего, как? Все, все это уже доказано. Все это уже доказано. И страшные виды вооружения. Те же перелетные птицы, у нас же они летят. Вон, откуда? Ангола. Ангола, Голландия, наш гусь, который идет на острова. Это тот самый гусь. И сколько было болезней у нас, сколько было, я уж не говорю про Украину, я уж не говорю про это свиной грипп, который они ведут с 2006 года все эти разработки этого оружия. И по коронавирусу, и по свиному гриппу, и по птичьему гриппу. Все стало очевидно. Но мир этого не слышит. Мир говорит, да вы все врете. Это вы нету. Россия, вы что, с ума там сошли совсем? Нас никто не слышит. Поэтому смотреть, просто уже, я думаю, что совершенно правильно и делает руководство, и наше руководство. Наше дело правое. Наше дело правое, но и дальше вот эту ситуацию, вот спускать на самотек, это было, это было преступлением, на самом деле. Поэтому это все однозначно есть, конечно. А есть информация, она уже применялась или все пока спокойно и чистого отношения? Информация есть в документах. Потому что наши ребята захватили документы, не успели они их уничтожить, не успели. Они были приготовлены к уничтожению, эти документы. И в этих документах все расписано. Как и документы по проведению операции по Донбассу, по Луганску, по Крыму. Причем не просто операции. Это была зачистка бы. Это была такая зачистка, которой, я говорю, еще раз повторюсь, фашисты этого не делали. Я видел фотографию в Государственной Думе, закрытая у нас была выставка по Донецку и по Луганску. Закрытая была. Почему? Потому что нормальному человеку с нормальной психикой смотреть невозможно. Невозможно смотреть на эти фотографии. Когда они вырезают на телах людей ДНР, на живых телах вырезают во всю спину фотографии. Когда я видел братские захоронения, братские могилы, когда они просто засыпали наших. Это вы знаете, я не видел во время войны, показывали, вот там же много показывали у нас по Великой Отечественной войне. Слушайте, я не видел такого зверства. Я не видел такого зверства. И то, что не случайно даже и те же нацисты, фашисты удивлялись, что бандеровцы, они по зверству превзошли их, превзошли фашистов по зверству. И это продолжается сейчас. Это продолжается сейчас, и это все в фотографиях есть. Я, может, эмоционально говорю, извините, но по-другому просто я не могу, особенно, когда бьешься с ними в переговорном процессе, в международном комитете. Я здесь так эмоционально, я там с ними-то не так. Я там себя держу. А здесь позволил себе с вами так расслабиться. Сергей Николаевич, часто очень стали звучать такие прогнозы, что может начаться Третья мировая война. насколько это серьезно и насколько это действительно существует такая возможность начала войны. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Почему? Потому что у руководства стоят люди, но если он перепутал уже, ему говорят, что муж первой леди болеет, так ему говорят, да, Байдену, так муж-то первой леди, это вы ведь, говорит, Байдену, ой, да, да я, оказывается, муж. Слушайте, и вот то, что происходит сегодня до Третьей мировой войны, один шаг на самом деле. Тут надо отдать должное президенту нашему, вот по этой ситуации, которую надо выдержать. Почему? И поддержка сегодня такая нужна, и президенту, и вооруженным силам, а не выходить с плакатами, не говорить, и прочее. В любой момент это может возникнуть, в любой момент, как только дрогнем где-то. Вот. Они опасаются, они опасаются то, что они сегодня не готовы, по большому счету, в Соединенные Штаты Америки, НАТО, НАТО, они в последние годы, мы их обошли очень сильно, особенно по гиперзвуковым ракетам, по церковному, по ряду позиций, у них близко такого оружия нету, с этим оружием шутить нельзя. Нельзя с этим оружием шутить, если они только решатся на это дело, и почему, видимо, и президент решился на этот шаг, мало им не покажется. Сегодня ситуация не в их пользу, но они этого не понимают. Где-то и понимают, понимают только люди военные. Люди военные, там, блоки НАТО, понимают. Германии, вот видите, стали там где-то проскакивать. Они, они, они никогда не воевали. Американцы, они все чужими руками всегда делали. Европа, по большому счету, никогда в последние там столетия она не воевала, так как российский солдат воевал. Они этого не понимают. Вот то, о чем я говорил, они какой-то совсем другой, они считают, что это игрушки. Они когда наемников отправили, потом, когда они все взлетели, эти наемники, по частям их собирали, они, ой, куда мы попали, говорят. Это, говорят, не та война, что по стрелушке там можно пострелять, где-то погоняться в Афганистане или где-то. И обратно все побежали. Не все, не все, они пока не почувствовали вот этого русского солдата. Испокон веков всегда так было. Исполня отец, когда всю войну прошел, в Сталинграде, Берлин, они до Берлина, наверное, случайно с американцами столкнулись ночью где-то. Так он говорит, о, вояки-то, они неважные, говорит. Всегда так было. Потому что риск, риск очень серьезный на самом деле. Вот почему нам сегодня очень важно всем собраться, очень важно всем собраться, поддержать президента, поддержать наши вооруженные силы, поддержать нашего губернатора. И мы сейчас очень непросто на самом деле вот в этой ситуации. Удержать ситуацию внутри страны, экономику, не то, чтобы она там дефолта не была, чтобы не завалилась экономика. Нам выдержать все это надо. Вот почему это очень важно на самом деле. Они раскачивают ситуацию. И президент же не случайно об этом говорит, и часто об этом говорит. И в голосе его, видите, уже по-серьезному все. По-серьезному. Сергей Николаевич, в пятницу очередная дата присоединения Крыма к России. Что для вас это дата и насколько это значимое событие? Это не только для меня, а для каждого россиянина это событие. Это событие наряду с наших знаменательных дат в истории России. Я как раз был в 2014 году с президентом, встречался, был председателем Кружного собрания. И я впервые, впервые увидел нашего президента взволнованным. И когда он говорил, ну с надрывом, наверное, не те слова, которые можно отнести к президенту, когда дрожь в голосе была. Но когда он сказал, произнес слова, что и наш Крым вернулся, значит, в родную гавань. И когда мы вышли на Красную площадь, после вот этой встречи с президентом, решение было у него очень непростое. В 6 утра он принял это решение. Присоединение в Российскую Федерацию. Вся Красная площадь ликовала. Все узбеки, таджики, русские песни пели, целовались, обнимались. Слушайте, вот такое было единение. Несмотря на то, что мы не так были сильны на тот момент, в 2014 году, но вера у нас была с большой буквы. Вера в то, что мы один народ. То, что мы верим в нашего президента. То, что мы верим в наши вооруженные силы. И то, что у нас все будет хорошо, если мы вместе. Поэтому это великое событие, которое столетия, история России, они как мешок картошки, президент говорит, были переданы другое государство, люди. Как мешок картошки. И то, что там происходит. А в Окурге у нас что здесь было. Поэтому это большой праздник. И я вас поздравляю, жители Окурга, сегодня вот с этим великим событием. Пусть впредь будет урок всем. Европейцам, американцам. Мир-то, кстати, нас понимает. Больше половина проголосов не поддержала в Организации Объединенных Наций. Человечество понимает. Просто все боятся. Но это не про нас. Как сказала Маргет Тэтчер, железная леди Великобритании, если мы плюнем на Россию, в Россию, они утрутся. Но если они плюнут нас, мы захлебнемся. Маргет Тэтчер, великая женщина. Так что вот так. Сергей Николаевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам на программу. Приходите к нам еще. Вам спасибо. Извините, что на эмоциях иногда, наверное. Но события такие, время такое. Спасибо вам большое. Приглашайте. Приходите. Я напоминаю, что мы говорили о текущей ситуации в стране и мире с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Ненинского округа Сергеем Коткиным. До свидания. До встречи в эфире. До встречи в эфире.